Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Я прошу Аллаха, его милостью и щедростью, осветить наши сердца любовью к нему. Во имя Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение господину посланников Мухаммаду ибн Абдулле, его семье, сподвижникам и тем, кто оказал ему поддержку. Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наше видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пусть вам это запишется как награда за благое дело. Амин. О Аллах, о раскрывающий, о знающий, открой нам. Я прошу Аллаха в эту ночь, чтобы он раскрыл нам грудь для прямого пути, благочестия и целомудрия, чтобы он оказал нам помощь в том, чтобы быть независимым от людей и ограничиваться в своих нуждах одним Аллахом. О Аллах, обрати наши сердца к благочестию и набожности. О Аллах, укажи нам ведущий к тебе путь и приведи нас к себе. О Аллах, мы просим тебя, чтобы ты не дал нам покинуть этот благословенный мэджлис без своего прощения. Братья мои, мои братья и сестры, Аллах, благословен он и превыше всего, сказал Поэтому я прошу вас всех, давайте проведем это время, осознавая и чувствуя нужду в Аллахе, благословен он и превыше всего. Мы не нуждаемся в читающем нам лекцию, не в названии лекции. Мы нуждаемся в единственном и едином, нуждаемся в богатом, самодостаточном, нуждаемся в том, кто не родил и не был рожден, велико его величие. Дары его объемлют всех и присвяты его имена. О Аллах, наполни наши сердца любовью к тебе и займи нас покорностью тебе. Аллах – это тот, кто способен на всякую вещь. Аллах – это властелин. Аллах – воздающий судья. Аллах – это наделяющий уделом. Аллах – это распределитель. Аллах – это дарующий. Так как нам не доверять Ему великое его величие. Мы должны быть уверенными в Аллахе, в тягости и облегчении, в бодрости и ленности. Кто сделал день светлым? Кто сделал ночь темной? Кто вознес небеса? Кто управляет ветрами? Кто создал облака? Кто тот, кто не спасал книгу и победил союзников? Кто сотворил тебя с глазами, языком и губами? Кто даровал тебе уши? Кто приводит в движение твое сердце в это самое время? Кто приводит в работу твои легкие, вдыхая кислород и выдыхая углекислый газ? Разве это не единственный единый? Так как нам не верить Господу, который сотворил нас еще в чреве матери и вывел нас в этот мир? Как нам не верить Господу, который является тем, кто дает нашему сердцу биться? Как не верить Господу, который является тем, кто приводит в движение глазные веки? Как не верить Господу, который оказал помощь Мухаммаду, подчинить умму, который оказал помощь Юсуфу против его братьев? Как нам не верить Господу, оказавшись в трудном положении, хотя он с нами и в моменты легкости, и в моменты трудности? Мои братья, никто не сможет привести надежду на Аллаха и веру в Него на должный уровень без познания Аллаха. «Сказал Мустафа, мир и благословения ему и его семье, помни об Аллахе в благоденствии, и Он будет знать о тебе в беде. Познай Аллаха в Его мощи, познай Аллаха в Его величии, познай Аллаха в Его быстром расчете, в Его подчинении и надзоре, познай Аллаха в широте Его знаний, познай Аллаха в Его близости и всеобъемлющем знании и силе, ведь Он близкий. Разве Он не внемлет зову? Разве Он не назвал себя отзывчивым? Аллах благословен, Он и превыше всего сказал «О пребывающий в нужде!» «О тот, кто болеет!» «О тот, кто был испытан совершением грехов!» «О бездетный желающий детей!» «О мать, чье сердце скорбит из-за потери детей!» «О те, кто страдает из-за опасностей, страха, тревоги и голода!» «Все, что мы видим вокруг нас, тревожит нас и не дает нам спать. Все это только создание Аллаха. Болезнь – одно создание Аллаха». Рак – одно из созданий. СПИД – создание. Сахарный диабет – создание. Кто их создал? Их создал Создатель. А кто может устранить эти создания? Тот, кто создал в нас болезнь, способен устранить ее и заменить здоровьем. Тот, кто создал бедность, способен создать в твоей жизни богатство. Тот, кто сказал в своей благородной книге, также жизнь — это одно из созданий Аллаха, благословен он и превыше всего. Смерть и болезнь, здоровье и благополучие, бедность и богатство, могущество и унижение — все это создание Аллаха. Их создает Аллах, их устраивает Аллах, ими управляет Аллах. Так как же нам не обращаться к тому, кто устраивает и управляет этими делами? Бедный, желающий разбогатеть, должен говорить «О Аллах!». Когда грешник желает принести покаяние, то пусть скажет «О Аллах!». Если отец желает, чтобы его непослушный сын вернулся к нему, то пусть скажет «О Аллах!». Если ты желаешь, чтобы Аллах избавил тебя от бремени долго, то скажи «О Аллах!». И пусть в твоем сердце не будет никого, кроме единственного, единого. Будь стойким единому в одном. Я имею в виду путь истинной веры. Пусть в сердце не будет никого, кроме единственного, потому что никто не способен исполнить нужды, кроме Него. Никто не управляет делами, кроме Него. Никто не управляет временем, кроме Него. Никто нам не дает, кроме Него. И никто не лишает нас, кроме Него. Он назвал себя дарующий, удерживающий, возвышающий, принижающий, возвеличивающий, унижающий, выдвигающий вперед, отодвигающий назад. Тот, кто наставляет на истину и избивает с нее. Аллах это тот, кто назвал себя близким, наблюдающим, отзывчивым. Он слышит твою мольбу, видит твое состояние, знает то, что в твоем сердце. Объемлющий всякую вещь, подчинил себе каждую вещь, управляет каждой вещью, распоряжается каждой вещью. Чего ты боишься? Боишься созданного? Обратись к тому, кто создал его и скажи, о тот, кто создал его, отврати его от меня. В священном хадисе приводится, Аллах говорит, если мы обратимся к Нему за защитой, Он обязательно защитит нас от всякого, кто желает причинить нам вред. Значит, мои благородные братья, первое, убеждение и вера. Это познание. Когда ты знаешь того, с кем ты имеешь дело, ты будешь полностью доверять Ему. Теперь посмотри на маленького ребенка. Он верит своей матери, потому что он получает от нее теплоту, потому что он видит, как она кормит его и моет его. Этот маленький понимает, кому ему следует верить, а мы не знаем, кому нам верить. Нам следует верить тому, кто создал нам слух, зрение и силу, наставил нас и указал нам путь, дал нам помощь и утвердил нас. Аллах, великое его величие. Мы верим в того, кто способен на всякую вещь. Верим в того, кто сказал в своей благородной книге. Аллах не употребил в аяте какой-нибудь союз. Ни и, ни затем, ни потом. И все, тема закрыта. Аллах обещал ответить на зов. Однако, как нам позвать его, верить в него, полагаться на него и взывать к нему убежденно? Как взывал к нему Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха? В битве при Бадре Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был с 300 человек, а с Абу Джаглем было тысяча человек. У Мухаммада не было еды в то время, как Абу Джагль и те, кто был с ним, ели каждый день по одному верблюду. У Мухаммада, мир ему и благословение, не было достаточно оружия. В то время, как Абу Джагль был вооружен с ног до головы, Мухаммад, мир ему и благословение, познал управляющего всем сущим. Познал того, в чьей руке находится всякое дело. Того, кто предрешил и предопределил. Он сказал в ту ночь, обращаясь к своему Господу. А наутро после короткого сна он сказал, «Поистине я вижу места гибели тех людей. Здесь будет убит такой-то, здесь будет убит такой-то, а здесь будет убит такой-то». Вера в Аллаха благословен он и превыше всего. Он обратился к властелину. Нет мечей, обратился к властелину. Нет оружия, обратился к властелину. Нет сражения, обратился к властелину. Количество мало, обратился к властелину. А властелин владеет всем, значит управляет тем, что находится в своем владении, как пожелает. Аллах отрешается от всего, что есть в сердцах, кроме Него. Созданный умирает, созданный забывает, созданный погибает. Сколько же таких, с кем мы знакомились и давали им свой мобильный номер? Мы звонили им в моменты трудности, но они не отвечали на звонки. Однако, если бы мы постучались в дверь Аллаха, мы увидели бы ответ. Если бы мы постучались в дверь, то нашли бы ответ. Однако, мы направились по ошибочному пути. Мы говорим «О такой-то», «О отец такого-то», «О наш сосед», «О наш доктор», «О инженер», «О наш ученый», «О такой-то». Таким образом, мы обратились не к Аллаху, и поэтому к нам не пришел ответ. Если бы мы сказали «О Аллах», то увидели бы неизбежные результаты с уверенностью. Ведь Аллах близкий, отвечающий на зов «Благословен он и превыше всего». Аллах, благословен он и превыше всего, зовет меня, и тебя, познать Его, чтобы это привело к вере в Него. Он говорит. А что ты ищешь? Все царство в Его руках, каждая вещь у Него. Если ты желаешь чего-либо из мирских вещей, Аллах говорит тебе. Земли принадлежат Ему, воды у Него, почки у Него, легкие у Него, жены у Него, у Него сыновья. Аллах не говорит тебе, у нас есть Его часть. Аллах говорит, у нас есть хранилище. Хранилище богатства, хранилище потомства, хранилище супруг, хранилище имуществ, хранилище земель, хранилище домов, здоровья и благополучия, хранилище наставления на истину. Однако, как нам следует просить у Аллаха, чтобы Он дал нам из великих хранилищ? Как нам стать как Мухаммад, мир и благословение Аллаха Ему и Его сподвижникам? Они просили у Аллаха, и Он давал им из хранилищ? Они получали такие великие дары, что персы и римляне стали перед ними, словно мухи. Потому что с ними был единственный, всемогущий. С ними был сильный, который никогда не ослабевает. С ними был могущественный, перед которым каждый сильный становится смиренным и покорным. Он укоротил жизнь царям, сломал хребет Хасроем, возвеличил Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и потушил огонь Куцова Аль-Аса, ибн Ваиля, который говорил, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, Куцый. Где он сейчас? Аллах возвеличил поминание Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и скрыл поминание других. Почему же? Потому что дело не находится в руках людей, а в руках Господа благословен он и превыше всего. Поэтому Аллах, всемогущий Он и Великий, закрывает перед тобой двери всякого размышления про это и говорит тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Не тому, кому пожелает король или министр, богатый или торговец. Тому, кому ты пожелаешь. Ты даруешь удел, кому пожелаешь. Если бы мы все пожелали, чтобы такой-то стал богатым, в то время как Аллах желает, чтобы он стал бедным, мы бы не смогли сделать его богатым. Кому ты пожелаешь, ты возвеличиваешь, кого пожелаешь. Племя человека не может его возвеличить. Высокие посты не делают великим. Одежда не дает величия. Дома не дают величия. Только один Аллах возвеличивает, кого пожелает. Сколько же обладателей богатств он унизил? Сколько же обладателей высоких постов он унизил? Сколько же известных среди своего племени он унизил? Абуляхаб был из Курайшитов. Он унизил его. Фараон, обладатель власти, был унижен им. Корун, обладавший богатством, был унижен им. Но Беляля, который был бедным и не имел такого высокого статуса и знатного происхождения, его он возвеличил. Только того, кого ты пожелаешь, о мой Господь. Тот, кого пожелают люди, они не смогут ему чем-то помочь. Это сказал Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, воспитывая маленьких детей. Он делает наставление маленькому мальчику и говорит, знай, знание, которое укоренилось в его сердце. Знай, что умма, включая королей, амиров, торговцев, царей и хасроев, если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они навредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, всемогущий он и великий. Воспитывает одного из них с 7 лет. А мы сегодня воспитываем их в заботах, об играх, об игровых приставках, о богатстве. Ты достал реал? Будь мужчиной, конкурируй с мужчинами. Вот что мы говорим своим детям. Но Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, воспитывал их на том, что все дела в руках Аллаха. Хочешь стать мужчиной? Это только от Аллаха. Хочешь могущество? Это у Аллаха. Хочешь счастья? Это у Аллаха. Хочешь спасения и успеха? Это у Аллаха. Пусть не говорит, что счастье в просматривании матчей, в туризме и поездках в европейские страны. Никто не владеет счастьем, кроме Господа миров. И никто не может наделить им, кроме властелина. Он дарует его только тому, кому пожелает. Он сказал в суре «Ар-Рахман». Он определяет объемы даров соразмерно вере человека, а не его богатству. Как же много богатых, но несчастных и печальных людей. И сколько же бедных, но счастливых людей. Сколько же больных, которым врачи говорят, ты можешь умереть сегодня или завтра. А он радостный и смеется. Сколько же таких, кто обладает отменным здоровьем, но его сердце пребывает в полном несчастье. Потому что тот, кто владеет сердцами, это Господь миров. Поэтому, мои благородные братья, каждый раз, когда ты попадаешь в трудное положение, обратись к Аллаху Могущему и Могущественному, властелину и Хозяину Всего Сущего, управляющему всем и движущему им, так как поистине все дела в его руках. Спроси врача, которого внезапно настигла погибель. Кто же, о врач, своей медициной тебя погубил? Пусть твое сердце не будет обращено к врачу. Пусть оно обращается к Аллаху Благословенному превыше всего. Абу Бакру Ас-Сиддыку сказали, мы приведем тебе врача. И он, да будет доволен им Аллах и приведет его к довольству, сказал, возможно, что врач уже посмотрел меня и сказал. Кого он имеет в виду, говоря про врача? Он имеет в виду Аллаха Благословенному превыше всего. Возможно, он сказал, я делаю то, что пожелаю. Посмотрите, насколько их сердца были привязаны к Аллаху. Аллах Благословенному превыше всего предрешил и предопределил. И нам ничего не остается, кроме совершения причин. Все, что мы видим вокруг себя, это причины, к которым сердца не должны быть привязаны. Богатство – причина. Университеты – причина. Должности – причина. Жены – причина. Дети – причина. Туризм, автомобили, дома. Все это причины. Одежда – причина. Еда – причина. Питье – причина. Нам не следует привязываться к ним. Мы должны быть привязаны к тому, кто установил эти причины. О, пребывающий в тревоге поистине, тревога развеется. Радуйся, благой вести, ведь развивающий тревогу – это Аллах. Каждый раз, когда тебя постигает беда, знай, что избавление от нее в руках того, кто видит тебя. Он вокруг тебя, слышит твой зов и знает то, что в твоем сердце. Он вокруг тебя своим знанием, своим зрением и своим окружением тебя, не своей сущностью, так как он, великое его величие, своей высочайшей сущностью, вознесся над троном. Великий, близко к тебе своим знанием. Разве его имя не высочайший, ближайший, высочайший над своими рабами, ближайший, близкий к своим рабам. Поэтому мы и благородные братья, подобно тому, как человека всегда постигают беды, и он говорит, где же избавление, где же решение, где можно найти то, что исправит, где можно найти то, что поправит и успокоит мое сердце? Мы же скажем. Поистине избавление близко, в руках близкого. Близко, в руках близкого. Как часто можно видеть бедного или нуждающегося, которому говорят, обратись к Аллаху, совершив два раката. Однако он не принимает это. Но когда ему говорят, видишь, вон того сидящего у колонны, должно быть он богатый. Он устремляется к нему. Его убеждение привязано к созданному. Они нам дадут. Они решат наши проблемы. Устремись к Аллаху, благословен он и превыше всего. Кто рассеивает тревогу? Аллах. Кто рассеивает печаль? Аллах. Поэтому каждый раз, когда сжимается, расширяется. И каждый раз, когда дело осложняется, избавление становится ближе. Поэтому Аллах, благословен он и превыше всего, разъяснил это в своей благородной книге. Хатта, иза стей асар русул. Аллах, всемогущий он и великий, разъяснил это не простым людям, а самим пророкам. Они были близки к тому, чтобы дойти до состояния отчаяния. Но такое не случится, чтобы пророк, который познал Аллаха, дошел до отчаяния. Однако Аллах разъяснил их состояние. К ним приходила наша помощь. Приходит облегчение от Аллаха, благословен он и превыше всего. Аллах не сказал, к ним не приходило. Затем приходило. Нет, к ним приходило. Приходило. Облегчение от Аллаха приходит сразу же. Так мы познаем Аллаха, благословен он и превыше всего. Абу Гурейра рассказывает нам, как это приводит Аль-Бухари в книге Рисаля, чтобы мы были убеждены в Аллахе, что когда они вышли вместе с Абу Аля 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 Хадрами, Аллах сделал так, что морская вода застыла для них. Где наше упование на Аллаха и вера в Него? Если кто-то сейчас встанет и совершит два ракаата, возможно, кто-то из нас скажет, это пассивность, иди делай причины. Как говорит Ибн-Уль-Кайим, поистине к наибольшему выполнению причин относится совершение шариатских причин. Обращайся к Аллаху, совершая молитву в два ракаата. Обращаешься к Аллаху, совершая молитву в два ракаата. Обращаешься к Аллаху с мольбой. Ищешь помощи у Аллаха, благословен он и превыше всего. Это относится к выполнению причин. Нам не следует оставлять это без внимания. Пусть всякий там не говорит. Нет, иди делай причины, ищи решения далеко от этого. Наоборот, надо искать причины и решения дел. У Аллаха, благословен он и превыше всего. Так каждый раз, когда постигают трудности, обратись к Аллаху, благословен он и превыше всего. Таким образом, Аллах приводит нам истории пророков в Коране. Чтобы наш пыл и рвение в привязанности к Аллаху, благословен он и превыше всего, увеличились. Нухмер ему воззвал к своему Господу. И вот пришел ответ от Аллаха. Кто оберегающий? Хранитель. Аллах, который оберегает тебя, оберегает твою жену и детей. Ты уезжаешь куда-то, возвращаешься и обнаруживаешь их перед собой. Аллах – это тот, кто сохранил их и уберег их. Ты ничего не оберегаешь. Ни ты, ни твои двоюродные братья, ни мобильные телефоны, ни звонки, ни поддержания связи с людьми. Оберегающий хранитель – это один Аллах. Таким же образом воззвал Айюб к своему Господу. Когда его постигла болезнь, которая сильно утомила его. Когда он воззвал к Аллаху. Что сказал Аллах? Кто решил проблему Айюба? Аллах. Так как же нам сегодня не представлять наши проблемы перед Господом миров? 18 лет болезнь не покидала Айюба. Аллах ответил на его зов. Аллах сообщил историю пророка Юнуса, который находился в трех мраках. Во мраке ночи, море и во мраке чрева кита. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он не был в тюрьме. Он не был заточен в тюрьму из-за невыплаты долга. А находился в трех мраках на дне моря. Киты опускаются на дно моря. Но несмотря на это он воззвал. Вот в чем мы нуждаемся. Во взывании. Кому? Во взывании к единственному. Взываем к Аллаху. Не предаем Аллаху в сотоварищи никого. Взываем к Аллаху благословену на превыше всего. Вместе с выполнением причин. Но не опираясь на них. Опираемся на единственного, единого великого величия. Который напомнил нам о своем величии посредством его пророческих историй. И когда Юнус воззвал словами. Хасан Аль-Басри сказал. Каждый кто обратится к Аллаху с этой мольбой. Аллах обязательно ответит ему. Признание единобожие. Ты видишь мой Господь. Я не обратился к другому помимо тебя. Не искал пристанища у кого-либо кроме тебя. Никто не решает проблемы кроме тебя. Причистый. Очищенный от созданий. Причистый от оставления мольбы без ответа. В то время как ты назвал себя отзывчивым. Воистину признание совершения греха и ошибки. И покорная смиренность перед Господом миров. И каким же был результат? Незамедлительный ответ от Аллаха. В трех мраках на дне моря. Когда Аллах, всемогущий Он и великий, ответил ему. Что же стало результатом ответа на его зов? Незамедлительный результат. Аллах избавил его от этой скорби. Он был опечаленным. Также к Аллаху благословенному превыше всех взывали остальные пророки. И среди них Закария, который хотел детей. Что же стало результатом? Аллах даровал ему Яхью. В минуты трудности обращайся к Господу небес и земли. Клянусь Аллахом, Аллах исполняет нужды людей. Слышащий, видящий, исполняющий желания, рассеивающий печали, слышащий голоса и отвечающий на взывания, развеивающий и избавляющий от печалей. Велико его величие! О, мои благородные братья! Мы должны повысить свое желание, усердие и силу воли. Желание наших жен, сыновей и тех, кто вокруг нас, чтобы быть привязанными к тому, кто исполняет нужды и развеивает печали. Кто же тот, кто развеял печаль Ибрагима, когда его бросали в огонь? Когда Джибриль спросил его, «Если у тебя просьба ко мне», он сказал, что касается тебя, то к тебе нет. А что касается Аллаха, то, конечно, да. Что он сказал? «Хватит нам Аллаха! Мы не нуждаемся в Джибриле, Микаиле, или же в Исрафиле, мир им. Мы нуждаемся в единственном, едином». Ангел предлагает ему свою услугу, но он говорит, «В тебе я не нуждаюсь». Люди сегодня пугают нас болезнями, устрашают нас всякими вещами. Бойся этого, остерегайся того, бойся бедности, бойся за богатство, бойся счета за электричество, бойся, остерегайся, бойся. Пугают тебя. Устрашили Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И какой же результат? Ибрагим сказал эти слова, находясь между небом и землей. Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель. И что стало результатом? О мой Господь, верни нас к себе благим возвращением. Клянусь Аллахом, мои благородные братья, мы дошли до такого состояния, что когда ты начинаешь говорить про такие вещи, тебе могут сказать, что за сказки ты рассказываешь? Откуда ты берешь эти истории? Как Аллах заставил застыть морскую воду для Абу Хурейры и Абу Аль-Али Аль-Хадрами? Как Аллах охлаждает огонь? Даже в ясных аятах. Даже в них мы стали сомневаться. Как Аллах охладит огонь? Как Аллах заставит морскую воду застыть? Аллах, всемогущий Он и Великий, привел в Коране истории, дабы обвиняющий во лжи не посчитал их ложью. Поэтому Аллах, благословен Он и превыше всех, сказал «Потому что, если бы я сказал сегодня кому-то, тут есть один, которого Аллах умертвил, а затем оживил через сто лет, он бы мне ответил, ты лжешь». Однако Аллах сделал это знамением в Суре Аль-Бакара, чтобы никто не считал это ложью, чтобы мы верили в могущество и силу Аллаха. Если Аллах может оживить одного по истечении ста лет, разве Он не в силах оживить, восстановить здоровье твоего больного, который находится в больнице от полученного удара по голове? Разве Аллах не может его оживить и сделать так, чтобы он вышел завтра утром из больницы? Разве Аллах не может исцелить твоего сына-инвалида? И помочь твоей второй жене? Разве он не способен? Он, который смог оживить умершего через сто лет после его смерти? Разве Он не может исцелить тебя от болезни, которая мучает тебя вот уже десять лет? Разве Он не в силах наставить на прямой путь твоего заблудшего родственника? Разве Он не в силах вернуть в лоно мужа строптивую жену? Разве Он не может, сестра моя, вернуть тебе мужа, который отдалился от тебя, и твоих сыновей, которые оставили тебя? Аллах показывает нам свою мощь, велико его величие. Простой человек, человек, подобный нам, Он сказал, Аллах сказал, Аллах сказал, Цвет, вкус и запах его еды и питья никак не изменились за сто лет. Мой Господь способен или нет? Способен. Скажи это от сердца. Аллах обладает мощью. Аллах могущественный. Аллах всемогущий. Аллах приводит нам эти истории в Коране, дабы оживить сердца. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Сколько Аллах дал ему знамений пророчества, дабы мы знали силу и мощь Аллаха, благословен он и превыше всех. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, хотел справить естественную нужду, но не находил для этого подходящего места, он тянул к себе ветви дерева, и оно, распахивая землю, двигалось к нему. Кто подчинил деревья Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха? Кто сделал так, что они, рассекаясь землю, двигались по велению Аллаха, всемогущего и великий? Разве это не Аллах? Так как же сердца обращаются к другому, помимо единственного? К другому, помимо Господа миров. О, находящийся в заблуждении. Наставление тебя на прямой путь в руках Аллаха. Так проси же этого у Аллаха. О, имеющий пристрастие к спиртному и наркотикам. Самое великое дело, по поводу которого тебе следует обратиться к Аллаху, и самая большая беда, в которой ты пребываешь, это то, что ты не являешься идущим по правильному пути. И если ты желаешь наставления на правильный путь, то ищи это у Господа небес и земли, который наставил на прямой путь сподвижников, доводит доволенными Аллах, который наставил на прямой путь заблудших из числа людей. Он направляет на путь находящихся в замешательстве, направляет слепых и выводит их на правильный путь. Самая большая наша беда на сегодняшний день, это то, что некоторые из нас не встали на правильный путь. Мы не обнаружили сладость веры и не почувствовали ее вкус. Ты найдешь это у Аллаха посредством уединения с Ним. И Он, всемогущий, Он и Великий, исполнит твои нужды и развеет твою печаль. Благословен Он и превыше всех. Я прошу Великого Аллаха, чтобы Он осветил наши сердца посредством познания Его. О Аллах, раскрой нам грудь, дабы мы обратились к Тебе. О Аллах, сделай нас из Твоих избранных рабов. О Аллах, внуши нам любовь к вере и приукрась ее в наших сердцах. И отврати наши сердца от неверия, нечестия и ослушания. О Аллах, даруй нам избавление от всяких тревог. Даруй нам выход из каждого трудного положения. О Аллах, облегчи нам выплату долгов. Избавь нас от всякой беды. Наставь на прямой путь заблудшего из нас. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах. О Аллах, избавь от бед наших братьев во всех уголках на земле. Шама, в Йемене, в Ираке, в Бирме, в Сомали и в остальных уголках земли. О Аллах, даруй им скорое избавление. О Аллах, не оставь в эти часы ни один из домов мусульман, не даровав им счастье, радость, веру, наставление на прямой путь и возвращение к Тебе. О Могущественный Прощающий. О Аллах, мы просим, чтобы Ты не давал нам встать с этого места, не освободив нас от наказания огня. О живой вечно, о поддерживающий жизнь, оживи наши сердца. О живой вечно и поддерживающий жизнь, оживи наши сердца. Оживи наши сердца любовью к Тебе и познанием Тебя. О Аллах, сделай нас из числа Твоих особых, избранных рабов. Сделай нас из числа, взывающих к Тебе в мольбе, которые взывают перед Тобой в мольбе и получают ответ с небес. Не дай нам быть занятыми созданиями и не дай созданием быть занятыми нами. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина Мухаммада, его семью и его сподвижников. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.